Всем привет дорогие друзья! Сегодня у меня на обзоре будет новинка от компании Poco, модель которая называется X5. Базовый X5 это не версия Pro. Сейчас на Алиэкспрессе на него действуют очень интересные, хорошие, адекватные цены, скидочные цены. Я оставлю ссылку в описании, вы там сможете купить себе этот телефон. Продается он в нескольких вариантах. Во-первых, есть три цвета на выбор. Есть черный, синий и зеленый. И также есть два варианта по памяти. Это либо вариант 6-128, как у меня, либо более крутой вариант 8-256. Ну, в зависимости от памяти, там цена отличается примерно на 2-3 тысячи рублей. Не так уж и много. Итак, поставляется телефон в черной коробке. Здесь мы видим сразу, что он с пометкой 5G, то есть он поддерживает сети пятого поколения. И у меня версия, как я уже сказал... А, нет, у меня версия, я извиняюсь, я ошибся. 8-256, черный цвет, сделан телефон в конце 22-го года, конкретно в декабре 22-го года. Но модель можно уже считать 23-го года, потому что анонсирован он был совсем недавно. Производиться начал еще до анонса официального. Так часто бывает. Итак, все, открываем коробку, смотрим, что это за модель такая. Я сразу скажу, что это недорогой телефон, это, можно сказать, такой средний уровень. Это не самый дешевый, но и не самый дорогой телефон. Это реально средний класс. Для большинства людей средний класс смартфонов самый оптимальный выбор. Открываем. В конверте у нас есть наверняка чехол, по традиции, как это всегда Пока делает. Есть скрепка, чтобы открыть сим-лоток. Документики, несколько книжечек. Да, и действительно, силиконовый чехол, они от него не отказываются, за что им огромный лайк, потому что я заметил, что даже китайцы сейчас многие начали отказываться от вот таких вот силиконовых чехлов. А они реально незаменимы. На первое время, чтобы телефон свой сохранить, хотя бы пускай такой чехол будет. Это уже хорошо. Дальше лежит сам телефон, упакованный в какую-то такую пленочку. Ну, не пленочку, в какой-то пакетик. Здесь написаны все его плюсы. Это, конечно же, экран 120 Гц, очень плавный, Full HD AMOLED. Это наличие NFC-модуля, наличие разъема для наушников стандартного 3,5 мм, для проводных наушников. Это процессор, неплохой процессор среднего уровня Snapdragon 695. У меня к этому процессору никаких претензий нет. Он достаточно мощный, холодный, производительный. И как бы, ну, мне его лично хватает. Да, он набирает около 400 тысяч в Antutu, но я считаю это немало. 33 ватта, быстрая зарядка, аккумулятор на 5000 и камера 48 мегапикселей. Вот такие вот характеристики, вполне себе пригодные для 2023 года. На экране, как вы видите, уже наклеена пленка защитная, то есть завода. Здесь у нас он весь в пыли, потому что я его уже доставал. Поэтому черный цвет, конечно, на себе оставляет очень много пыли. Сразу готовьтесь к этому. Сзади у нас матовая крышка пластиковая. Приятное такое покрытие. Блок, состоящий из трех камер. Раз, два, три. И двойная вспышка, состоящая из двух разных по цвету светодиодов. Сканера нет на задней крышке, потому что сканер встроен по современному в кнопку питания. Вверху есть инфракрасный модуль для управления техникой. Микрофон, разъем для наушников. Внизу разъем для зарядки Type-C, динамик, микрофон еще один. И слева сим-лоток. Находится все на стандартных местах, как и всегда, как и везде. Телефон производится в Китае, made in China, на китайских заводах. В принципе, Xiaomi производится, как я понимаю, в Китае. И вроде как еще некоторые модели в Индии для индийского рынка. Но нам поставляются все с китайской сборкой. Дизайн довольно простой. Я бы даже его назвал немножко таким скучноватым. Да, простой, примитивный, особо не запоминающийся. Но если вы вдруг возьмете его в зеленом или в синим таком цвете, он будет смотреться чуть поинтереснее. А так это просто классический, строгий, обычный дизайн. Вполне такой солидный. В комплекте также идет зарядка на 33 ватта, быстрая, и кабель USB Type-C. То есть комплект поставки стандартный, как и у большинства телефонов Poco современных. Все, что нужно для телефона, все здесь есть. Ну, действительно, молодцы. Хороший комплект. Не придраться. Смотрим на сим-лоток. Будет ли здесь сим-лоток тройной? Или может быть комбинированный? Или может быть вообще как у айфона на одну сим-карту? Ну, что маловероятно. Ага, вон оно. Здесь не все так шоколадно, потому что лоток здесь действительно комбинированный. То есть не тройной. Вы не сможете одновременно установить все сразу. Например, две сим-карты и флешку. Видите, здесь укороченный он. Если вы ставите сюда сим-карту, сюда тоже можно поставить сим-карту. Вот так вот она встанет. Тогда уже флешка не встанет. Либо вы ставите одну сим-карту и одну флешку. Вот так вот кладете по горизонтали. То есть немножко решили урезать. Ну ладно, я думаю, что все-таки флешка здесь может быть и не понадобится. Потому что уже минималка имеет 128 гигабайт памяти. Минимальная версия. Включаю телефон, запускаю. Пока он включается. Можно убрать здесь все со стола лишнее. Так-так-так, вот телефон и запустился. Что мы здесь видим? Экран с диагональю 6,67 дюйма. Знаете, на удивление, экран большой, но габариты телефона не ощущаются как большие. То есть он как будто обычный, средний, такой маленький даже телефон. Вес всего 190 грамм. Длина 16,5 см, что немного. 7,6 см ширина. И толщина всего 8 мм. То есть на удивление, телефон получился довольно компактным. С таким большим экраном. Благодаря чему? Благодаря маленьким рамкам. Диагональ здесь, кстати, не 6,7. 6,67. AMOLED матрица 120 Гц, Full HD+. То есть экран по характеристикам, ну такой почти флагманский действительно. Потому что, ну экран, кстати, не закруглен по краям, как у флагманов. Плоский. Ну чуть-чуть. 2,5D закругление имеет такое символическое. А так телефон вполне удобный. Есть по центру фронтальная камера. Давайте сейчас поставлю немножко более светлые обои, чтобы можно было увидеть, какие здесь рамки. Итак, вот сейчас у меня установлены светлые обои. И посмотрите, рамки действительно небольшие для такого бюджетного телефона. Да, конечно, нижний подбородок заметен. Но в целом это нормально. В целом я считаю, что вполне нормально. Телефон действительно какой-то легкий получился. Гораздо удобнее ощущается, чем тот же X4 Pro или какой-нибудь Redmi Note 11 Pro. Хотя они имеют ту же самую диагональ, но они как какие-то более массивные, что ли. Здесь еще корпус такой закругленный чуть-чуть по краям. И его реально удобно лежать, держать в руке. Он легкий, компактный, тоненький. То есть не бойтесь этой диагонали. В руке он не ощущается, как большой телефон. Вот. Экран здесь 120 Гц. Амолед. И знаете, вот по первости мне показалось, что это даже IPS-экран. Какой-то здесь амолед, ну, не слишком, не слишком, что ли, насыщенный, не слишком яркий. То есть он мне напоминает именно IPS-экраны. Более такие натуральные, естественные. То есть как будто это какая-то смесь амолед-экрана с IPS-ом. Я даже как-то сперва я не поверил. Есть темный режим, есть светлый режим, стандартно, как и на всех телефонах с MIUI. Частота обновления регулируется 60 либо 120 Гц. 120, конечно, супер плавно ощущается. Просто глаза балдеют от такой плавности. Все быстро, плавно, четко. Разрешение Full HD+. То есть на экране пиксели крайне сложно уловить. Текст четкий, картинка четкая. Сам телефон сейчас работает на MIUI 13. Но я прочитал, что в скором времени он уже получит MIUI 14 версии. И работает пока что на 12-ом Android. А вот тут я считаю, что для нового телефона могли бы уже сделать версию Android 13. Потому что 13-ка сейчас будет как раз в тренде в этом году. Но я думаю, что все-таки рано или поздно этот телефон, может быть, даже вместе с MIUI 14, он как раз получит свежий Android 13. Также у нас здесь есть функция расширения оперативной памяти. Для этого нужно найти в расширенные настройки, пролистать вниз и зайти в расширение памяти. Здесь, вот в отличие от многих телефонов на MIUI, здесь постарались сделать побольше расширения. А то я часто встречал там всего 2 гигабайта, 1 гигабайт расширения. Здесь максимум можно включить 5 гигабайт расширения. То есть у вас получится 8 плюс 5, около 13 гигабайт. На 6-гигабайтной версии там может быть немножко по-другому. Там могут быть другие варианты. Если вы купите этот телефон с памятью 628. Итак, что же у нас по железу? Заходим в AIDA64. Как я уже сказал, это Snapdragon 695 с поддержкой 5G. Два мощных ядра на базе Cortex-A78. Шесть энергоэффективных ядра на базе Cortex-A55. Хороший процессор, мощный, достаточно хватит на пару лет, это уж точно. Хотя здесь немножко еще кастомные ядра. Края 660, края 660 Silver. Но они основаны именно на ядрах Cortex-A78 и A55. Значит, по видео ядру здесь Adreno 619. Тоже вполне еще пригодный видеоускоритель. Да, это не 700-я линейка, но 619-й тоже довольно мощный, производительный. И все абсолютно игры тянет на высоких настройках, без каких-либо проблем. При этом не греется особо и не тротлит. Это тоже его огромный плюс. Ну и память. Память здесь у нас LPDDR4X оперативная, а внутренняя память UFS 2.2. В Antutu 404 тысячи. Я пробовал включить режим производительный, но на этом телефоне не включается производительный режим. Если в настройках батареи на некоторых телефонах на MIUI можно включить производительный режим, чтобы батарея стала синего цвета. Здесь я этой настройки не нашел. Дальше. Тест на троттлинг 695-й. Просто мои аплодисменты тебе, потому что, ну, действительно, процессор не греется. Под нагрузкой всегда график зеленый, всегда максимальная производительность. 10 касаний мультитач. Скорость памяти средняя для стандарта UFS 2.2. 492 мегабайта в секунду на запись. И на чтение даже еще больше. 529. То есть память реально хорошая здесь установлена. Не самая дешевая. Есть модуль NFC. Так, ну а вот оно у нас PUBG. PUBG Mobile. Ух ты, вулкан какой красивый. Пролетаем. Посмотрите, какая красота. Вулканчик. Доследовать я не хочу. Давайте мы без следования выпрыгнем. И полетим, пожалуй, в Волт Плазу давайте. Волт Плазу. Игровой это телефон или нет? И да, и нет. С одной стороны, да, производительности хватает. Но с другой стороны, конечно, если сравнивать с более мощными, допустим, там, Snapdragon, с тем же 778-м, допустим, то этот, конечно, 695-й проиграет. Ну, не говоря уже о 800-й линейке. Но он даже проиграет какому-нибудь Dimensity 8100. И даже какому-нибудь 1080 тоже проиграет. То есть это не самый мощный, конечно, процессор сейчас, но и не самый слабый. Так, давайте быстренько, быстро-быстро-быстро все берем. Так, оружие, рюкзаки, каски, все. Так, вот она, касочка, да? А, нет, это рюкзак. Показалось. Что тут еще из интересного? Бронежилет. Ну, а каску-то где? У меня такая пышная шевелюра, нужно ее закрыть. Вот, касочку взяли. Ну, касочка такая себе, первого уровня всего лишь. О, а это что такое? О, ого, подарки. Help. Кому там помощь нужна? Кому там help нужен? Так, а это что? Взять, не взять? Ну, давайте возьмем. Тоже, наверное, неплохая вещь. Вещица. Да, много здесь всего лежит. Ой. Слышно, кто-то бегает тут. Стоять! Что ты сюда пришел? У тебя ничего нету, ты голый. Ты голый, е-мое, ты что сюда прибежал? С кем решил бороться? Со мной, что ли? Да, ребят, PUBG отлично идет. Вообще нагрева не чувствуется. Вообще, ну, реально. Один из немногих телефонов, который вообще не греется. Вот за что я люблю Snapdragon. То же самое было у 680. Он тоже практически не греется. Snapdragon 680. Но он все-таки намного проще, чем 695. 695 уже с более современными ядрами. Уже производительность чуть ли не в два раза больше. Техпроцесс уже современный. Здесь 6 нанометров. При этом тоже не греется. Так что, ребят, если любите игры, то поиграть на этом телефоне 100% получится. Даже можно брать минималку 6128. Все равно это много памяти. 6128 тоже, в принципе, достаточно. Можете даже минималку взять. 8256 это уже для тех, кому прям надо очень много памяти. Если вы готовы переплачивать, то можно переплатить. Так. Прицел же автоматически должен установиться, да, на оружие? Мне самому не надо ставить? Так, давайте лучше 3Х сюда поставим. Итак, теперь разговор про камеры. Значит, основная камера здесь на 48 всего мегапикселей. Да, говорю всего, потому что мы привыкли, что на Покафонах там камеры 108. Нет, здесь всего 48. А 108 мегапикселей получил телефон именно X5 Pro. Также здесь есть 8-мегапиксельный ширик. Хорошо, что хотя бы от него не отказались. И 2-мегапиксельный макромодуль. А также 13-мегапиксельная камера фронтальная. Давайте посмотрим на возможности. Значит, здесь мы имеем цифровой зум. Оптического зума нет. И оптического стабилизатора тоже нет. Оптической стабилизации. Максимальный зум это 10x. Десятикратный. Видео записывается в формате Full HD. 30 кадров в секунду тоже очень-очень так. Примитивно уже для 2023 года. Для записи видео. По фронталке здесь, наверное, то же самое. Да, тоже Full HD. 30 кадров в секунду. Причем очень он сильно приближает картинку. Смотрите, как фото и как видео приближает. Это из-за стабилизатора. То есть он кропает картинку, но зато картинка будет стабильная. При ходьбе, при тряске рук. Я пытаюсь трясти телефон, а он практически стоит на месте. Задняя камера тоже имеет такую же стабилизацию. Чуть даже попроще. Менее агрессивную. Ну, конечно, печально, что даже нету хотя бы Full HD 60 кадров. Это уже прям пипец как. Печально. В Full HD 30 кадров и все. Снимай. Хочешь снимай, хочешь не снимай. Все, никто не заставляет. Есть искусственный интеллект, есть HDR, есть вспышка. Причем авто-HDR нет. Здесь либо он всегда включен, либо всегда выключен. Тоже непонятно, почему нет авто-HDR. То есть я все время должен сам следить. Когда-то включать, когда против света, там фото. Или какие-нибудь лампочки, источники света. Когда-то выключать. Вот. Есть портретный режим с размытием заднего фона. Регулируется степень размытия. Есть ночной режим. Хотя бы его хорошо, что не вырезали. И в пункте «Еще» можно снять ускоренные видео, замедленные видео и включить режим 48 мегапикселей. Сейчас я попробую что-нибудь сфотать на него. Ну а по камере можно сделать вывод, что этот телефон, конечно, не претендует ни на какого лидера в фото в части. Обычный телефон. Это я сфотался на заднюю камеру. Кстати, детализация вполне на неплохом уровне. Посмотрите. Это в режиме 48 мегапикселей. Дальше это вот фото тоже на 48 мегапикселей. Попытался сфотать мелкий текст. Тоже в целом все видно, читаемо. Но начинается уже такой мелкий-мелкий шум. Крошка. Такая как зеренки какие-то или как точечки такие. Шум все-таки виден. Но из этого шума можно какие-то буквы все равно прочитать. То есть, ну нормально. В целом нормально. Это вот фото себя в зеркале. Здесь уже все. Здесь уже более дальнее расстояние. Здесь уже лицо, конечно, просто состоит из пикселей. Ни о какой детализации топовой речи идти не может на таком расстоянии. Плюс оно какое-то слишком красное получилось у меня. Дальше я решил сфотаться на фронталку. Фронталка здесь вообще допотопная. Как будто взяли ее с какого-то Redmi Note 7. То есть, вообще ничего сверхъестественного. Это вот напротив света. То есть, прям возле света чуть лучше получилась фотография на фронталку. Это на заднюю камеру в портретном режиме с размытием заднего фона. Размыл задний фон неплохо, да? Но все равно, если приближать, видны шумы. Шумы такие цифровые. Прям видно, видно, видно. Очень хорошо заметны они. И это я еще на кухне сфотал. Значит, кофеварку. Думаю, ну вот как будет выглядеть, да? Фото. Просто в обычном режиме. Ну и, собственно говоря, все. То есть, по камере я бы так сказал, что этот телефон напоминает мне телефоны, там, 2019 года, 2018 года. Фото примерно на том же уровне. При детальном рассмотрении видны шумы. Четкость теряется. Фронталка вообще какая-то, ну, такая простенькая-простенькая. То есть, этот телефон имеет камеры, но они явно не прям супер-пупер, да? Обычные камеры особо расстраивает, что здесь нету записи в 4К, либо Full HD 60 кадров в секунду. То есть, видео он записывает очень просто. Даже какой-нибудь тот же iPhone 6s, он уже в 2015 году имел 60 кадров записи видео. Здесь 30 кадров. В 2023 году. Как такое может быть? Snapdragon 695. Кстати, я заметил, что это у Snapdragon 695. Такие проблемы у многих телефонов, что они реально не умеют записывать в 60 FPS. Итак, по звучанию. Многие были недовольны, что этот телефон не получил стереозвук. То есть, да, действительно, здесь звук всего лишь моно. Один динамик находится внизу. Ну, давайте послушаем, как он звучит, оценим. Я поставил максимальную громкость. Вот она максималочка. Начинаем. Очень громкий динамик, но уже начинает такой резкий какой-то металлический. За этот у него. Звучание такое металлическое. Ну, короче, я бы сказал, что да, громко, но не совсем качественно. Где-то на троечку, наверное, на максимальной громкости прям хрипеть начинает. Итак, аккумулятор, как вы думаете? 5000, зарядка 33 ватта. Хватает на полтора-два дня. Зарядка заряжает примерно за полтора часа этот телефон. Итого, что у нас получается? Знаете, похоже, ну, вот он мне напоминает какой-то вот по впечатлениям Redmi Note 12 какой-то. Вот типа, знаете, что-то такое. Телефон, который не впечатляет своими характеристиками. Телефон, который такая настоящая рабочая лошадка. Массовый сегмент. Для обычного пользователя можно посоветовать и там взрослым людям, и молодежи. То есть, это телефон такой универсальный. Здесь нет каких-то суперсильных сторон, нет суперслабых сторон. Все у него более-менее сбалансировано, но ничего не впечатляет прям сильно. Он выглядит простенько. У него довольно-таки обычные характеристики для 2023 года. При этом неплохой экран, неплохой процессор, неплохой аккумулятор. Есть NFC, 5G, 3G, 4G. Две сим-карты можно поставить. Достаточно памяти. Хороший комплект поставки. Но скучный внешний вид, на мой взгляд. Камеры довольно простые. Выдают фото. Видели, какого качества. Потом нет стереозвука. Пластиковый корпус. Ну, можно это к минусам даже не относить. Для кого-то это плюс. И, наверное... Ну, и 12-й Android. Да, я бы, может, к минусам бы отнес. Я бы хотел, конечно, все-таки уже 13-й Android здесь видеть. Но это дело времени. Он по-любому обновится еще. Как минимум один раз. А, скорее всего, два. Так что, вот такой телефон получился. Но если вы его берете до 20 тысяч рублей, я считаю, что все эти минусы ему можно простить. Плюсов у него больше за эти деньги. За этот бюджет. Я оставлю ссылку в описании. Там будет информация еще по ценам. Можете перейти, посмотреть, сколько он сейчас стоит. Выбрать там какую версию, какой цвет. Всем удачи. До скорых встреч. И всем пока.